Здравия желаю! Это девятая часть серии о парке Патриот и выставке Рособоронэкспо. Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в России с 1993 года. Каждые два года в городе Жуковском в Московской области, в комплексе, созданном на базе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова, открывается выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Объединённая двигателестроительная корпорация представила проекты турбовальных двигателей ВК-650В и ВК-1600В, а также демонстратор газогенератора двигателя ПД-8, создаваемого для использования в составе силовой установки самолёта ССЖ-НИУ. Уральский завод гражданской авиации показал перспективный самолёт ЛМС-901 «Байкал». ЛМС-901 – это девятиместный самолёт местных воздушных линий, созданный на замену Ан-2. От предшественника отличается увеличенной до 300 км в час крейсерской скоростью, увеличенной дальностью полёта и грузоподъёмностью. Ажиотажный интерес вызвала презентация лёгкого тактического самолёта Чекмэйт Су-75. Представленный прототип истребителя пятого поколения Чекмэйт вобрал в себя проверенные технические решения и инновационные разработки истребителя пятого поколения Су-57. Первый полёт самолёта должен состояться уже в 2023 году. Новая российская машина задумывалась как альтернатива F-35 по экономически обоснованной приемлемой цене, которая была бы под силу большинства заказчиков военных муниципальных однодвигательных самолётов. Сейчас на самолёте установлен проверенный временем и надёжный двигатель в классе тяги 14,5-16 тонн. Можно предположить, что в небо ЛТС поднимет двигатель АЛ-41Ф1, который затем будет заменён на новый изделие 30. ОКБ имени Яковлева шло по пути комплексного решения задач создания учебно-тренировочного комплекса. Был создан самолёт УТС ЯК, который впоследствии стал сегодняшним ЯК-130. Серийный ЯК-130 существенно отличается от ЯК-130Д. По сравнению с самолётом-демонстратором у него более совершенная аэродинамика, он стал меньше, компоновка более плотная, а масса конструкции снизилась. Заметно изменилась носовая часть юзеляжа. Для установки РЛС ОСА или Копьё её сечение стало более округлым. На серийных самолётах устанавливаются двигатели АИ-222-25 тягой по 2500 кгс, ставших значительным шагом вперёд по сравнению с РД-35. ЯК-130 представляет собой моноплан классической схемы со среднерасположенным стреловидным крылом и двухместной кабиной типа «Тандем». Самолёт оснащён комплексной цифровой электродистанционной системой управления КСУ-130, позволяющей изменять характеристики устойчивости и управляемости в зависимости от типа имитируемого самолёта, который даёт возможность изменять динамические параметры ЯК-130 и имитировать поведение практически любого современного боевого самолёта. Гражданский многоцелевой вертолёт КА-62 производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Сазыкина в холдинге «Вертолёт России» продемонстрирован в лётной программе и на статической стоянке Международного авиационно-космического салона «МАКС». Вертолёт КА-62 имеет вместимость до 15 пассажиров, дальность перевозки до 750 км, предназначен для работ в офшорных зонах экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Особенностью является применение в его конструкции полимерных композитных материалов. Объём конструкции из ПКМ на вертолёте доведён до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъёмность вертолёта, а также снижается расход топлива. К отличительным чертам также можно отнести одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применён на вертолёте КА-62 впервые в России. На вертолёте применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой управления общевертолётным оборудованием нового поколения и установлено уникальное птицестойкое остекление. Среди премьер авиасалона широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Airbus A350-1000, среднемагистральный Airbus A220-300, турбовинтовой Pilatus PS-12NGX. Впервые на МАКС приехала американская компания Cirrus, представившая два самолёта. УКБ Сухова предложила для участия в конкурсе проект Т-50. Т-50 имеет интегральный планер, выполненный по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным трапециевидным в плане крылом со срезанными законцовками. Крыло с развитым корневым наплывом плавно сопрягается с фюзеляжем, который составляет почти половину размаха крыла. Корневые наплывы расположены над воздухозаборниками и имеют переменный угол стреловидности около 48 градусов в передней отклоняемой вниз части и около 74 градусов в остальной. На пилонных боковых хвостовых баллах фюзеляжа под углом к вертикальной оси 26 градусов для обеспечения малозаметности установлено цельноповоротное вертикальное оперение – кили. Цельноповоротные трапециевидные рули высоты имеют возможность как синфазного, так и дифференциального отклонения. Мотогондолы двигателями разнесены от продольной оси самолёта и ориентированы под острым углом к плоскости симметрии по направлению полёта. Между мотогондолами в фюзеляже организованы два вместительных основных отсека вооружения. В настоящее время ПАК-ФА оснащается парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1 изделия 117 с тягой 9500 кгс в крейсерском режиме и 15000 кгс в режиме форсажа. Многофункциональный истребитель МиГ-35 – результат глубокой модернизации боевых самолётов МиГ-29М и МиГ-29К. На МиГ-35 установлена БРЛС ЖУК-АЭ с активной фазированной антенной решёткой, состоящей из 680 приёмно-передающих модулей, сопровождает 30 и одновременно обстреливает до 6 воздушных и 4 наземных целей на дальности до 160 км. Диаметр антенны – 575 мм. Оптико-локационная станция переднего обзора с сектором плюс-минус 90 градусов по азимуту и минус 15 плюс 60 градусов по углу места обнаруживает воздушные цели в задней полусфере на дальности 45 км и в передней до 15 км. Оптико-локационная станция кругового обзора нижней полусферы позволяет обнаружить цели типа танк на дальности до 20 км, катер – до 40 км. На МиГ-35 установлены два модуля станции обнужения атакующих ракет СОАР, за фонарём кабины 2 для обзора верхней полусферы и в комфортном контейнере под левой мотогондолой для нижней полусферы. Дальность обнужения ракет – воздух-воздух 30 км, ЗУР – 50 км, ПЗРК – 10 км. Впервые широкой общественности был представлен среднемагистральный лайнер МС-21-310, оснащённый двигателями ПД-14. Премьерой МАКС стал региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300. Ещё одна новинка – лёгкий многоцелевой самолёт Байкал. Холдинг вертолёта России представил модернизированные вертолёты Ми-171А3 для работы на офшорных нефтяных платформах. Силовая установка включает два глубоко модернизированных ТРД-РД-33МК со всеракурсным отклоняемым вектором тяги, мощность которых увеличена на 12% по сравнению с первоначальной версией двигателя. Максимальная тяга каждого двигателя составляет 5400 кгс, а форсажная – 9000 кгс. Двигатели оборудованы бездымной камерой сгорания и новой электронной системой управления с полной ответственностью. В ходе авиакосмического салона «МАКС», проходящего в Жуковском, стало известно о модернизации российских ударных вертолётов Ка-52М. В первую очередь это крылатые ракеты, которыми вооружается версия Ка-52М. Головка самонаведения крылатой ракеты для Ка-52М отличается возможностью перенацеливания непосредственно в воздухе за счёт мультиспектральности, многозадачности. Также отличительной особенностью изделия 305 является способность этой ракеты поражать цель в условиях постановки противникам радиоэлектронных помех. Был представлен самолёт сверхкоротков взлётной посадки ТВС-2МС. Способный взлететь с вертолётной площадки, впервые принял участие в лётной программе авиасалона «МАКС». Основная идея обеспечения сверхкоротков взлётной посадки заключается в применении активного обдува крыла, распределённой винтомоторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей, обеспечивающих необходимую для взлёта подъёмную силу. Компания «Аэромакс», «Почта России» и правительство Ямало-Немецкого автономного округа подписали соглашение о развитии почтово-логистических услуг и запуске беспилотной аэродоставки грузов. Для проведения испытаний «Аэромакс» будет использовать беспилотную авиационную систему на базе аппарата вертолётного типа БВС-ВТ, способного доставлять грузы весом до 100 кг. Планируется использование беспилотных летательных аппаратов и в Чукотском автономном округе. Для доставки будут использоваться два беспилотных аппарата вертолётов России БАС-200 «Разработка Белоруссии» и ВРТ-300. БАС-200 с максимальной взлётной массой 200 кг имеет максимальную скорость 160 км в час. Вес коммерческой нагрузки 50 кг. Практический потолок 3900. Продолжительность полёта до 4 часов, дальность 100 км. Беспилотник типа ВРТ-300 с максимальной взлётной массой до 380 кг способен нести полезную нагрузку в 70 кг и развивать скорость до 130 км в час, выполняя полёты на расстояние до 325 км. МАКС организует масштабное авиашоу для гостей с участием более 8 десятков воздушных судов и лучших российских и зарубежных пилотажных групп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова